Это новости спорта. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях мастер спорта Украины по скалолазанию, чемпионка страны по болдерингу и многоборью, член национальной сборной Украины Маргарита Захарова. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Предположу, что для вас выбор спорта в детстве был очевиден и, наверное, даже безальтернативен, ведь в семье вам всегда было на кого равняться и брать пример скалолазания в частности. Да, семья у меня спортивная, мои родители чемпионы мира, поэтому с детства я уже в скалолазании, я уже все знала про это. Но тут, наверное, скорее сработал обратный фактор. Никто, наверное, не думал, что я буду заниматься спортом. Наверное, хотели, но не подталкивали меня, не заставляли и тем самым вызвали у меня большой интерес. Потом брали меня на скалы, где мы купались в море, тренировались, отдыхали на природе. Мне очень понравилось скалолазание, решила попробовать. То есть это был даже мой сознательный выбор. Вы сопрошли первые успехи? В детском спорте достаточно быстро, потому что на тот момент не было такой большой конкуренции. А вот до взрослого спорта пришлось, конечно, подождать. Пришлось много работать, тренироваться, набираться опыта, ездить по разным соревнованиям. И потом, да, со временем начало все получаться. Основной ваш профиль – это болдеринг. Но вы также успешно выступаете в многоборье, которое включает в себя лазание на скорость и лазание на трудность. Все эти виды, они, конечно, зрелищные очень, но они сильно отличаются друг от друга. Сложно ли совмещать эти три направления? Да, совмещать очень сложно. Здесь мне повезло больше, потому что моя карьера начиналась именно со скоростного лазания. У нас была сильная школа скоростников, да и болдеринг на тот момент не был так популярен. Все тренировались на скорости, и, естественно, я за ними потянулась и стартанула с этого вида спорта. Потом со временем болдеринг стал более интересен, то есть это такой динамичный вид спорта, где есть лазание коротких трасс, которые всегда новые, всегда неожиданные, где есть промежуточный финиш, где есть топ. И со временем я перешла туда, так как уже появилась компания, мы начали там выезжать на разные соревнования, на скалы, в Европу, и переквалифицировалась туда. Ну, а так достаточно тяжело, потому что совершенно разные наборы физических качеств нужно развивать, чтобы совмещать все эти три дисциплины. Но в основном это все делают для попадания в олимпийскую программу. У вас много наград и титулов, а какое ваше достижение считаете самым весомым на сегодняшний день? Ну, самое весомое, наверное, это моя победа в прошлом году на чемпионате Украины. Я долго к этому стремилась, мечтала об этом, и незадолго до этого у меня случилась травма. Были большие нагрузки, мы поехали лазить на скалах, была у меня травма плеча, и до последнего я не знала, поеду я на этот чемпионат или нет, смогу ли я вообще выступать. Ну, было принято решение, что я поеду, то есть было очень тяжело и психологически, и через боль, и все равно все получилось, все удалось. И благодаря этому я стала еще чемпионкой Украины в многоборье, и из-за того, что это было так тяжело, это такая, наверное, самая приятная победа была. Правда ли, что в скалолазании главное иметь сильные руки, и вообще, насколько опасно заниматься скалолазанием, учитывая высоту в лазании на трудность, в лазании на скорость? Ну, это такие главные мифы у нас в скалолазании, что нужно иметь сильные руки, и что лазить очень тяжело и высоко, нет. На самом деле нет. В скалолазании больше работают ноги, потому что ноги у нас сильные от природы, мы ногами ходим по земле, а руки нам нужно все-таки тренировать. Это несложно. Любой человек может это попробовать. Для новичков есть специальные трассы, для профессионалов есть сложные трассы. Это может сделать каждый. И ребенок, и в каком бы возрасте ни был человек, все могут это попробовать. То, что мы лазим высоко, это абсолютно не страшно, потому что у нас всегда идет страховочное устройство. Для новичков это одна страховочная система, для профессионалов это другая. Но всегда это все абсолютно безопасно. Если это болдринг есть, там лазят без страховки, но лазят над специальными матами. Когда человек приходит и пробует в первый раз, он не делает никаких сложных движений, поэтому его падение безопасно. То есть, чем дальше, конечно, тем уже идут более сложные элементы. Там и прыжки сложные координационные, и лазание вверх ногами, и лазание по потолку. Но для этого спортсмены учатся уже специально падать, группироваться, и тоже все достаточно безопасно. Скалолазание вошло в программу следующих летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио. Насколько высоки ваши шансы отобраться туда, и вообще какие критерии отбора, чтобы попасть на Олимпийские игры? Ну, критерии очень жестокие были выставлены. Это двадцатка женщин и двадцатка мужчин со всей страны, со всего мира. Поэтому попасть туда достаточно сложно. Путевки даются чемпионам мира и чемпионам Европы, то есть чемпионам каждых континентов. Ну, шансов у меня маловато, но я туда и не планировала попадать, потому что все-таки больше люблю болдринг. Совмещать это достаточно тяжело. Включение вашего вида в программу Олимпийских игр добыла популярность в Украине скалолазание? Да, добавила, безусловно. В первую очередь, очень увеличилось финансирование. То есть появились деньги для развития массового вида спорта, появились деньги для проведения соревнований. То есть это совсем уже другой формат. Люди начали больше о нас узнавать. И появилось больше возможностей для того, чтобы строить скалогромы, развивать внутренние базы, и благодаря этому приходят новые люди. А как оцениваете условия для занятия скалолазанием в Харькове? В Харькове для новичков и детей у нас отличные условия сейчас созданы. Есть много баз, много тренеров. Я тренируюсь на скалодроме «Вертикаль». То есть это хорошая база для многоборья, где можно тренировать одновременно три дисциплины. Это скорость и сложность в летний период. И также у нас есть зал для болдринга, где можно тренироваться в зимний период. В основном очень много детей. Им всем нравится, хотят участвовать в соревнованиях, хотят выезжать за границу. Для профессионалов хорошие условия. Если сравнивать с Европой, конечно, нам еще есть куда стремиться, куда развиваться. Маргарита, какие цели перед собой ставите дальше, к чему еще будете стремиться? Сейчас, так как нет возможности выезжать за границу, так как нет никакого плана на соревнования, сейчас работаем над своей технической подготовкой, выезжаем на скальные районы по Украине. Раньше больше выезжали в Европу, сейчас, так как нет такой возможности, лазим дома. Очень хорошие у нас условия, очень хорошие скалы, много интересных маршрутов. Все это дело активно развивается благодаря энтузиастам. Пока задача повышать свой технический уровень. Дальше будем планировать, как только ситуация прояснится, появится международный календарь, будем заново строить план, заново тренироваться. А сейчас пока это время, наверное, чтобы мы отдохнули, чтобы мы пересмотрели свои аспекты подготовки. Потому что соревновательный сезон всегда насыщенный, он забирает много сил. Ты устаешь морально, психологически. Сейчас есть возможность от этого отдохнуть и хорошо потренироваться. Спасибо за ваши ответы. Желаю вам успеха и новых ярких побед. Спасибо большое. У нас в гостях была один из лидеров женской сборной Украины по скалолазанию и болдерингу Маргарита Захарова. Благодарю за внимание. Удачи вам и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин